Павел Николаевич, состоялось заседание городского совета, в котором вы принимали участие. Какие важные вопросы обсуждались и связанные с жизнью нашего совхоза, улучшающие или ухудшающие положения? Во-первых, это было очередное заседание, потому что надо сказать, что пока совет работает в режиме такой ошпаренной кошки и преимущественно приводимые им заседания не очередные. Но это было очередное заседание, о котором давно знали, в том числе там решались многие вопросы, которые известны, что должны решаться прямо перед принятием бюджета. Это вопрос о ставках налогов на землю, ставке налога на имущество. К этим вопросам можно готовиться заранее, начиная с мая, а может быть еще раньше. Но действующая власть Единой России, она всегда тянет до последнего. И очень интересно, я пытался взять слово и объяснить процедурно, что на самом деле происходит. Но, как обычно, председательствующие единородцы мне слова не дают или прерывают меня по всякому поводу и без повода. Но получилось очень интересно. У нас в соответствии с регламентом документы в повестку дня вносятся заранее, за 7 дней. И действительно, повестка дня была разослана 14 числа, заседание проходило 21, но не полностью. А вот 16-го было дополнение в повестку. А 19-го, после того, как прошла комиссия, об этом можно сказать позже, были изменения. И только 20-го в 2 часа дня пришли документы, ну это заключение КСП, с которыми можно рассматривать те вопросы, о которых я говорил. А до этого, без заключения контрольной счетной палаты, вообще принимать к рассмотрению данные вопросы для рассмотрения в повестке дня было невозможно. Поэтому, постоянно нарушая нормы, в том числе бюджетного кодекса, как вносятся документы, особенно такие важные для обсуждения, как рассматриваются эти документы, большинство Единой России фактически решает право обсуждать до заседания. Они собирают одну комиссию, на которую должны прийти все. А вообще-то делать совершенно по-другому. После того, как материалы рассыраются, все комиссии Совета должны собраться, каждая комиссия отдельно, обсудить и дать свои замечания. Ну так положено. В том числе по регламенту Государственной Думы, по регламенту Областной Думы. К сожалению, в регламенте нашем, Совета депутатов, хоть неизвестно, что мы это предлагали, эта норма не прописана. И постоянно нарушая даже действующие нормы регламента, они приводят к тому, что все оказываются в цепноте. Не могут вовремя сформировать свои замечания, передать им, а потом еще и пеняют фракции КПРФ, которые пытаются защитить интересы людей, в том, что они не подготовили письменные предложения, потому что приходится устно на заседании Совета с голоса давать поправку. Что они сделали, по сути своей? Ну я имею в виду, это большинство Единой России и Хлои, которые вместе с ними, благодаря Единой России, пришли к власти. Они увеличили ставку земельного налога практически во всех поселениях, кроме Развилковского. Развилковского она была снижена с 0,3 до 0,25, но у них всегда была высокая ставка земельного налога. А все остальные, например, жители совхоза, теперь будут вместо 0,2% от кадастровой стоимости земли платить 0,3. А Горки, Ленинский, Молоко вообще будут платить, раньше они платили 0,1, теперь будут платить 0,25. Причем это так цинично было сделано. Их лидер, глава, внес предложение 0,3, то есть максимальную ставку. Они разыграли спектакль, как это обычно делают единороссы, и снизили как будто предложение своего лидера до 0,25, заранее зная, что совхоз, Горки, Молоково, Булатин и все остальные пострадают. То есть у нас для жителей совхоза теперь ставка увеличилась на 25%. И если раньше человек платил, допустим, 20 тысяч, он теперь будет платить 25. А в таких вот районах, как Молоково, Горки, там вообще на 150% увеличивается ставка. Причем все это сделано как будто бы для защиты людей. Я им там говорил, что в условиях пандемии, падения реальных доходов населения, заниматься увеличением налогов, это вообще немыслимо. И поэтому надо было оставить ставки в том виде, в котором они были. И это можно было сделать, ну, допустим, поставить как в Сахозе 0,2 или как в Горках, Молоково и 0,1. И тогда бы всем было легче. А деньги, ну, во-первых, начать экономить, потому что мы же видим, одновременно с этим принималось, например, решение о отпусках к главе, председателю совета, ну, и там другим замом главы, там большая категория граждан. Представляешь, у них 40 дней оплаченного отпуска. То есть два месяца эти люди не работают. У них такой тяжелый труд, особенно у председателя совета, который не может подготовить ни одно заседание. И у его замов, что им нужно 40 дней оплаченного отпуска, давай. Значит, у них сидит штат, об этом мы тоже говорили, который не может подготовить ни одного документа нормально. Они уже просто, ну, ясно, что если вы хотите работать, вы работаете, скажите главе, чтобы он приносил все документы сразу, в повестку дня, в соответствии с законом. Потом организуйте заседание совета так, чтобы было видно, они же там сидят приближенные в одном зале, и ничего не страшно. А нас посадили на удаленку и не дают слова. Вот, кстати, это и привело к тому, что они приняли решение о том, что они фактически на этом заседании, в том числе и депутаты ЗАЗАЗА, проголосовали за отмену всех льгот, которые Добренкова с советом депутатов сельского поселения предоставляла людям. Это и инвалиды, и ветераны войны, это и инвалиды по зрению, это муниципальные, работники муниципальных учреждений, которых они лишили доплат Добренковских. На общую сумму 1 миллион 67 тысяч рублей они просто взяли и отменили льготы. Причем, когда я им стал об этом говорить, что же вы делаете, в бюджете были деньги предусмотрены. Сейчас бюджет сельского поселения Санкт-Петербурга профицитный, там 68 миллионов лишних денег получилось, а они отменяют льготы. Мотив был удивительный, что оказывается, никто не пишет заявление на получение вот этих документов. Я им попытался объяснить, мне слова не дали, но потом все-таки я смог им объяснить, или по крайней мере сказать, что пенсионеры обращаются в отделение соцзащиты, людям, которые связаны с властью, и в ответ муниципальные служащие им говорят, нет-нет-нет, заявление не пишите, потому что в Ленинском городском округе денег нет. То есть у сельского поселения Санкт-Петербурга Добрянькова деньги были, а у этого господина Спаскова, несмотря на то, что у него бюджет 9 миллиардов, денег на инвалидов, на ветеранов, на пенсионеров, на муниципальных служащих нет. И меня больше всего поразило, что вот эти вот депутаты, так называемые за-за-за, правда за них там за одного 30, один человек проголосовал, за другого там 30, они выиграли выборы только по одной простой причине, они поснимали всех наших активистов, представителей КПРФ, вообще всех зачистили поле, и поэтому ходят теперь, представляют интересы 31 своего избирателя. Вот они голосовали за то, чтобы снять все льготы, несмотря на то, что деньги есть, и можно было совершенно спокойно, уж если вы такие активные, ну обойдите пенсионеров, попросить, чтобы они написали заявление и заплатите, а там больше 250 тысяч было направлено только на это. И эти деньги, они не просто были придуманы, это достигнутые уже, ну по прошлому году заявления, которые получали там деньги, в том числе и на компенсацию расходов на установку счетчиков, там деньги на помощь донорам, там деньги на помощь слабовидящим, ну незрячим. И все это, да, миллион 167 тысяч, из-за того, что они не могут собрать заявление, они взяли и из бюджета исключили. Вот такая вот забота о гражданах. Причем Единая Россия все время, вот знаете, как, можно делать какие-то гадости, а можно делать эти гадости цинично. Рассказывает всем, что видите, с 0,3 мы на 0,25, и вот это очень напоминает пенсионную реформу, когда они сначала принесли предложение 65 сделать возраст пенсионной женщинам, а потом снизили до 60, и все им должны ножки кланяться и говорить спасибо. Ну это что за цинизм такой?